счастливый 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 приветик вам цветочно счастливый приветик и сразу не отходя от дела приступаем сразу с упражнения это упражнение для памяти и то которое мы с вами будем делать сейчас она одной из сложных но что для нас вообще такое что такое вообще голова мозг память и все это все все что связано с этим это самое главное сохранить здравость ума в любом возрасте потому что все идет из головы следим за этим из видео видео и так хлопок но сухо у кого не получается сделать вот не получается но никак запутываетесь не получается не расстраиваться не отчаиваться тем более хлопок и рукой тянемся не тут рядышком оттуда тянемся в ухо хлопок тянемся пока только так вот у кого никак не сориентируется вот туда тянемся потом все это соединим вместе так что не отчаивайтесь но делайте мимоходом постоянно делайте это постоянно делайте это это сюда идет сигнал идет сигнал то есть завести чтобы ничего там не угасала и еще ну тот кто правша я например жесткая правша все правой но стала разгружать всю правую сторону стала разгружать левой зубы начала левой чистить как только начну чистить ой схватила опять медленно что-то не очень приятно кушать левой рукой то есть чтобы распределялась полушария распределялись чтобы задействовано оба полушария было это все так знаете мимоходом но очень все важно одно за другим тянется ну приветик еще раз вам большой приветик и вопросов 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 чудесных прекрасных комментариев спасибо всем за поддержку лайки ставите комментарии пишите общаемся приятные вещи друг другу говорим какими-то делитесь своими уже достижениями и успехами каждый своем кто-то в диете кто-то с упражнениями кто-то с шитьем у кого как вот видите прям прям своим пледиком хвастаюсь хвастаюсь так нравится такой чудесный получила комментарий и вот на нем немножко мы с вами о нем поговорим все вместе розанок кому вы кому и как вы отдаете свои вещи я однажды подарила свою вещь а потом прихожу к прихожу и моя вещь на полу валяется мне было неприятно вот как это происходит у вас как вы отдаете вещи расскажу тоже было несколько таких несколько было таких поводов задуматься как отдавать вещи я сама по себе с вещами расстаюсь очень легко вот опять приведу свою маму меня также мама была она настолько не была зациклена на каких-то вообще отдать раздаст отдаст папа наоборот тот все а мама отдать раза и я в себе это то же самое во мне то же самое я очень легко расстаюсь со своими вещами несмотря на сколько за сколько я за них заплатила сколько я ими пользовалась или может быть вообще не пользовалась спокойно могу отдать и может быть поэтому у меня всегда когда ты отдаешь тебе новое приходит отдаешь новое приходит и я даже даже не сомневаюсь если я какое-то платье кофточку туфли и сумку что-то если я отдала я знаю что ко мне 10 раз придет другое новое которым я наслаждаться и пользоваться буду раньше когда я работала у меня был коллектив я приносила своим работницам никто у нас не нуждался все никто не нуждается но тем не менее когда я что-то покупала в чем-то новом приходила мне говорили фраза на если ты не захочешь я первое я знала что они любят мои вещи я принесу разберут вещи потом стала замечать что между собой ругаются я у розаны спрашивала то за на мне сказала что это а мне отдаст а я пришла в эту смену а она в прошлую смену принесла свои вещи она мне обещала что она мне отдаст а ты забрала это я хотела это забрать и они стали между собой ругаться то скандалов однажды расплакалась одна между собой мне конечно они не не говорили ничего но между собой я пришла это расстроенная что такое я ну так и так рассказывает что вот так это сарафан был у меня один такой был сарафан дюйси кутюр кто знает эту компанию ну как-то я поправилась отдала ну в общем я и говорю так отдай ей пусть какая какая верта когда я и она говорит нет я не анта она уже в нем пришла ну ладно я перестала носить на работу думаю ну зачем я скандал делаю я приношу втихаря кому-то отдать они приходят в этом на работу и уже между собой начинает спорить я перестала на работу носить перестала здесь у меня есть кому отдавать меня есть приятельница одна другая им даю который абсолютно не нуждается настолько не нуждается вот так не нуждается вообще ни разу но с удовольствием берут мои вещи и если например если например там мы перезваниваемся как дела куда идешь куда едешь за рулем едет на машине звонит время есть как дела куда едешь уеду там туда-туда в магазин что-то надо ну что ты надела что купила что-то не поверишь за на в твоем платье опять не поверишь за на в твои жилетки вязаную жилетку какую-то отдавала ой ты себе не представляешь не поверишь и а в твоей кофте то есть всегда мне показывали что я твои вещи люблю и действительно носили я с таким удовольствием отдаю отдаю потому что я вот такой вот прекрасный результат вижу на сегодня не общаемся собираться не можем видеться период был не могли а это уже период год продолжается я своим меня здесь семья я позвонила кто хочет приезжайте посмотрите я освобождаюсь от чего-то причем я не только вещи я могу что-то из мебели убираю что-то другое хочу взять поменять ну ну вообще обуви или приезжайте посмотрите кто что надо заберите остальное я отнесу donation у нас есть специальные пункты они в разных местах стоят определенные ящики ты туда подъезжаешь открываешь они закрыты никто туда не лазит никто туда есть специальные службы потом забирают твои вещи обрабатывают и раздают тем кому надо так вот на сегодня только с моим родным пришли посмотрели что надо забрали остальное что осталось что не нужно обувь не моя обувь никому не подходит у меня маленькая тридцать шестой тридцать шесть с половиной ножка практически не могу ним свою обувь никому и есть у нас эти вот баки такие специальные такие домики маленькие стоят боксы и ты туда все завернул завернул положил туда и ты не знаешь кто там пользуется что там пользуется но люди так делают вот так с вещами так что такого негативного опыта чтобы я отдала потом увидела это с одной стороны с другой стороны даже если я увижу даже если я и увидела бы что иногда и бывает это уже не моя вещь я ее отдала я уже и забыла даже иногда мне там встречу вот ты помнишь ты отдавала понятия не имею же не помню отдала так что вот так вот легко отношусь ко всему этому без без каких-то я сделала свое дело я отдала а там дальше хоть выбросите хоть хоть носите на здоровье это ваше тело что еще хотела сказать покажите роза на еще раз и еще раз спрашивают про дезодорант и почему он в черненький вот этот вот дезодорант от которого ну я просто уже много много лет пользуюсь и сейчас мне хватает и вон месяца на полтора три полтора три месяца вот этот дезодорант здесь черная коробочка некоторые спрашивают роза на почему черная коробочка черная коробочка для мужчин здесь написано что это under arm под рукой под мышкой для подмышки здесь не написано мужская женская какая не знаю ничего не написано я с удовольствием этим дезодорантом я про него уже много раз рассказывала это израильской компании дезодорант и я им пользуюсь и избавилась абсолютно абсолютно избавилась от запаха только надо читать инструкцию и правильно им пользоваться точно такой же зеленый это для ног все абсолютно все в доме все наши мужчины избавились от запаха от ног так что сделайте какой-то себе research посмотрите почитайте и если кому-то кто-то хочет пользуйтесь вот еще раз показала теперь покажите роза на еще раз перчатки которые которым мы вы моетесь ну вот эти вот на совет все только чудо в двух вот таких цветах бывает или вот такие вот малиновые или вот такие я только этой компании люблю потом почему потому что жесткие посмотрите как держат форму не жесткий это как найти мочалочка это как мочалка но в виде перчатки очень удобно себя просто удобно себя конечно мыть легко и удобно но вот я вот такими пользуюсь еще раз вам показываю я не думаю что эти компании я не думаю что они еще где то есть но в ваших странах просто посмотрите я например еще раз говорю я люблю жесткого жесткую я подбираю жестко у нас есть такие же помягче есть такие же просто как гладить себя так что это за мытье ну для меня кто каждый по-своему что я же еще это лицо тоже лицом делаю так что вот эти вот перчатки еще раз вам показываю что из нового купила на на пробу купила новый серум и это нашей канадской компании называется the ordinary я думаю что да вот так я думаю что они и и наверное онлайн продают не знаю попробую это этот серум ну я взяла уже два раза два раза делала пока ничего вам сказать не могу как только вот увижу что что-то есть какие-то понравился как-то абсорбируется как работает мы поподробнее про эту компанию она не так давно на рынке и это чисто канадская компания делается здесь у нас в канаде и конечно она прошла все абсолютно все естественно медицинские показатели и пользуется так пользуется каким-то таким интересным спросом хотя на рынке очень много всякой разной косметики но вот вам скажу это серум вот тут внутри такая пипетка и немножко такого видите какого-то голубого цвета она нежно-нежно голубого это сыворотка серум этот ну вот посмотрю вам будет будет когда результат я вам скажу про результат что еще хотела вам сказать что еще хотела рассказать погода у нас вчера был снег целый день наверное сутки шел снег была плюсовая температура шел и таял потом к вечеру стали уже появляться хорошие снежинки и много снега потому что пошло на минус ночью был хороший минус утром минус 9 минус 12 и все что запорошила ты наступаешь а внизу лед деревья все образовались во льду а солнышко светит светит не греет вот такая у нас погода обстановка открыли у нас открыли у нас магазины все кафе закрыты рестораны все закрыты развлекательные все мероприятия все закрыто открыли только немножко магазины при том что ты должен конечно же соблюдать и маску носить и все и все но уже потихоньку начинают писать что в связи с тем что будут каникулы детские мы ожидаем следующую волну следующую волну заболеваний мы к этой волне готовы то есть предупреждают что наверное скоро опять нас закроют вот открыли с 8 февраля у нас стоит открыто в магазины можешь заходить что-то посмотреть но все соблюдается иногда подойдешь очередь на улице а у холодно стоять никто не хочет поэтому активности на улице вот такой активности знаете чтобы делать шопинг как-то удовольствие нет такого в кафе тоже самое ну можно зайти взять чашку кофе и выходи просто выходи ни на секунду не задержаться так что такая обстановка вот такая какая есть как говорится без комментариев вот на сегодня такая есть маски конечно маски на улице можешь ходить без маски но если ты зашел куда-то в помещение ты должен все эти правила соблюдать ну будем соблюдать так так на сегодня так это без комментариев ну что мои хорошие встретилась с вами как 16 минут уже было минут 10 5 так быстро всегда время пролетает но давайте еще раз закончим упражнением все таки вот это упражнение смотрите моя мама его в 95 лет делала поэтому мы с вами конечно справимся потому что все отсюда именно эту часть нужно настолько контролировать и беречь чтобы не засорялась здесь чтобы никакого уныния сюда не посадить чтобы возрастные какие-то вещи поэтому делаем делаем упражнение и все-таки вот это упражнение она на на она тебя прям там очень хорошо балансирует так люблю его ну и следующее упражнение сделаем тоже не у всех давайте вот это упражнение тоже не у всех у кого не получается помогаете одна рука помогают другой руке если вы не можете вот помогаете один за другим пальчиком закрыли и также один если не можете держите здесь 2 вытащили держите помогите потом все это будете делать сами самостоятельно пока не можете никакой паники никакого огорчения делаем всех вас бесконечно уважаю до следующих встреч обнимаю